Мы живем в такое время, когда народ Божий должен искать ответы только у Бога и только в Его слове. Пожалуйста, услышьте меня, кризис, который мы переживаем сейчас, не является следствием ужасов бандитизма или смертельной пандемии. Все дело только в отклонении от истинной христианской веры. Во времена пророка Исаия народ переживал суровый кризис. Нация была травмирована. Причиной этого кризиса и замешательства стала смерть хорошего царя, которого народ воспринимал как надежду. Я тоже надеюсь, что вы уже открыли шестую главу книги пророка Исаия. Царь умер. Слово Божие говорит, «А в год смерти царя Озии я видел Господа». Повторю еще раз. «А в год смерти царя Озии я видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм». Царь Озия правил 52 года. Это довольно долгий срок, даже по стандартам того времени. И практически все это время он был известен как хороший царь и добрый человек. Он принес процветание и мир наравне с царем Давидом и царем Соломоном. А время правления царя Озии было самым мирным в истории Израиля. Это был не только период настоящего процветания и не только время победы над врагами. Но это также была эпоха, когда они переживали бум их религиозной активности. Патриотизм был восстановлен. Национальная политика была гораздо более богоучтивой, чем до или после его правления. Люди видели своего лидера таким, какой он был, со всеми его изъянами, но при этом он боялся Бога. В последние годы своего правления он все-таки дал гордыню завладеть собой. И эта гордыня привела его к тому, что он стал хвастаться своими свершениями. И в итоге это принесло поражение всей Иудее. Он не был идеальным, но он боялся Бога. Поэтому пророк Исаия, как и весь патриотически настроенный народ, беспокоились о том, каким будет время после царя Озии. И как и все мудрые Божьи люди, Исаия принес все свои беспокойства, переживания и опасения в святилище перед Господом. Он молился, стоя на коленях. Это были своего рода размышления в молитве. Ты когда-нибудь раздумывал о чем-то в молитве? Я вот, да, частенько, такая задумчивая молитва. И вот Господь дает ему великолепное видение, чудесное и уникальное. Взгляните на эти слова вместе со мной. «В год смерти царя Озии видел я Господа». Он говорит нам, что несмотря на то, что он шокирован смертью богобоязненного царя, но настоящий царь Израиля не мертв, ему не нужен преемник. Настоящий царь царей сидит на своем престоле, несмотря на то, кто занимает земной трон. И посреди этих опасений и страхов, чувств обеспокоенности о будущем, посреди неуверенности из-за понесенной потери, переживаний об утраченной надежде и своей личной печали, из-за сложившейся ситуации, Бог дает Исаии обновленное видение. Исаия приходит к Богу с бременем из-за чувства калечащего беспокойства, но уходит в припрыжку от радости. Его сердце наполняет легкость после встречи с Богом. Он идет, переживая обновленное чувство своего призвания, и говорит «Вот он я, пошли меня, возлюбленные». Я верю, что Господь дает нам сегодня хороший урок на примере видения пророка Исаии. Это видение должно освежиться в нашей памяти, что царь царей, наш царь, наш единственный царь, сейчас на своем престоле. Послушайте, это очень и очень важно, потому что мы живем в Новом Завете, а Исаия жил в Ветхом Завете. Но из-за того, что мы живем в Новом Завете, мы можем иметь гораздо большее понимание этого видения, чем сам Исаия. Потому что, в отличие от нас, Исаия не знал и не переживал власть и силу воскресшего Иисуса. Мы сегодня имеем большее видение, чем Исаия. Наш царь был распят, погребен, провел три дня в гробнице, и, восторжествовав над смертью, воскрес на третий день. Наш царь был осмеян и избит, но воскрес с победой, чтобы никогда больше уже не умирать. Наш царь, который был ненавидим и которому голову негде было преклонить, сейчас правит над всей вселенной. Коротко, две мысли, которыми я хочу с вами сегодня поделиться. Во-первых, заметьте обстоятельства, которые сопровождали это видение. И далее, во-вторых, обратите внимание на отношения и понимания Господом опасений Исаия. Итак, это произошло в тот год, когда умер царь Озия. Надеюсь, вас не запутает мое произношение имен Озия и Исаия, потому что я произношу Исаия не как это делают американцы. Но вы же понимаете мой акцент. Озия и Исаия. Значит, Озия, этот царь, начинается с буквы О, а Исаия — это Божий пророк, и начинается с буквы И. Уловили, да? Исаия увидел Бога в Его величии и великолепии. Вы бы хотели увидеть нечто подобное? Господь, сидящий на престоле на небесах. Я думаю, мы можем это сделать с верой. Послушайте внимательно, пожалуйста, потому что я верю всем сердцем, что сказанное Богом Исаии — это слово от Бога не только для всех нас, но и для миллионов людей, смотрящих нас по всему миру. Трон Израиля, может, и не занят, но всемогущий Бог всегда на Своем престоле на небесах. Возлюбленные, сейчас приготовьтесь. Сильный и могущественный Бог готов явить Себя среди Своего верного остатка. Я говорю о тех, кто по-настоящему исповедует христианство, о верных последователях, о святом остатке. Приготовьтесь. Будьте готовы пережить встречу с величайшей силой, с которой вы когда-либо встречались в своей жизни посреди боли, страха, печали и разочарования. Бог говорит, взгляни на меня, посмотри на меня. Я тот, кто был мертв, но теперь я живой всегда. Я единственный могу дать тебе видение для твоей жизни. Я тот, кто может определить цель для тебя и твоей семьи. Я тот, кто может излить на тебя дух мира и радости и дать тебе интерес к жизни, который никто не сможет отобрать. Я царь царей, Господь господствующих, могу стать твоей вечной страстью. Второе, чем хочу поделиться с вами, хочу показать удивительное сострадание, которое Господь проявляет по отношению к опасениям Исаии. Бог не просто показал ему главное откровение о своем суверенном правлении. Исаия уже и этого бы хватило, но нет, он дал ему еще одно особенное откровение. Откровение своего полного контроля над вселенной. Откровение защиты, которую он дает своему страдающему народу и сочувствие к своим детям. Откровение того, что он понимает их страхи, беспокойство и все опасения. Возлюбленные, это очень глубокое видение, и я молюсь, чтобы Бог помог нам на самом деле осознать его. Я верю всем сердцем, что Бог говорит нам следующее. «Как вода принимает форму сосуда, в который ее помещают, так и Дух Божий заполняет наши жизни, исходя из наших нужд. И кто-нибудь должен поверить в это. И таким же особенным способом, как он явил свою царскую власть пророку Исаии во время национальной тревоги? Он явит Себя и нам, там, где мы нуждаемся. Таков наш Бог. Он показал свою огромную власть Исаии, когда трон Иуды опустел. Точно так же сделает и царь Иисус. Услышьте меня, пожалуйста. Царь Иисус становится ближе к нам во времена наших страданий, чем в любое другое время. Господь гораздо чаще приходил и приносил мне радость, когда я был сломлен, чем когда солнце сияло в моей жизни. Бог готов освободить нас от зависимости кому и чему угодно, чтобы занять строн в нашей жизни. Бог может позволить нам идти через темные туннели, чтобы в итоге самому вывести нас оттуда навстречу Его величайшему сиянию. Бог желает, чтобы мы знали, не важно, кто твой Озия, и не важно, когда твой Озия умер, у нас есть настоящий царь. Взгляни на воскресшего, прославленного и грядущего вскоре царя Иисуса, царя славы. Если ты будешь взирать на Него, если прилепишь к Нему свое сердце, если возложишь свою надежду только на Него, то тогда потери придут и уйдут. Обстоятельства, политика и экономика поменяются, и даже смерть сможет попытаться рожать наши объятия с любимыми, но ничего, слышится, ничего не сможет отделить нас от того, кто может заполнить пустоту внутри нас, когда апостол Иоанн был сослан на скалистый остров Патмос, ему в видении явился прославленный Иисус. Он сказал, «Не унывай, Иоанн, не плачь, я есть Альфа и Омега, я есть начало и конец и все, что между ними, и когда мы видим прославленного Иисуса, тогда мы не просто можем перетерпеть что-то, о нет, но мы можем даже процветать до того дня, пока он не вернется, и мы увидим его ближе, чем когда-либо, уже лицом к лицу, и в следующих стихах мы можем увидеть, как Исайя наблюдает за серафимами. они должны быть удивительные, грозные творения. Вы замечали, что в Библии каждый раз при их появлении, в том числе Марии и Иосифу, звучит «Не бойтесь». Наверное, есть что-то такое устрашающее в ангелах. И вот эти серафимы, могущественные, сильные, творения Божьи, поклоняются Господу и взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». Но сегодня Библия напоминает нам, что этот возвышенный припев «Свят, свят, свят» это заявление того, что Бог превыше всех, и Он свободен от ограничений и несовершенств, в отличие от Его творения. Сегодняшняя небрежность и поверхностность современных христиан заставляет меня съеживаться от стыда. Это напоминает мне о том, что Бог сказал Исаии, увидев лицемерие израилетян в их поклонении. Я не могу смотреть на это. Я не хочу, чтобы мои глаза это вообще видели. Я удивляюсь, что Бог не стал скрывать свое лицо, ведь когда Исаия увидел Господа, Он не сказал, «О, как здорово, Бог такой чудесный». Возлюбленные, я надеюсь, что вы никогда не забудете то, что я вам скажу. Вы не сможете увидеть Бога без осознания своей греховности. Это просто невозможно. Мы не сможем встретить Бога, не понимая свою грешность и Его чудесную милость. Мы никогда не увидим Бога, если полностью не исповедуем свой грех, принимая очищение от Господа. Можно говорить что угодно, но без покаяния. Спасения быть не может. когда Исаия увидел святых и безгрешных ангелов, поклоняющихся Богу. Он был поражен своей недостойностью. И как только Исаия осознал это, он проговорил такие слова, которые все мы помним, горе мне. И тогда ангел взял с алтаря горящий уголь и подлетел к нему. это символ очищения, символ помазания. Он взял горящий уголь и прикоснулся к его устам. Как только Исаия признал нечистоту свою и нечистоту своих уст, тот же час ангел очистил его. И когда Давид, помните, признался и раскаялся перед Господом и горько плакал после обличения от пророка Нафана, он тоже сказал, «Я согрешил только лишь перед Господом». Это признание и покаяние было настолько дорого Богу, что он ответил, «Давид, я прощаю тебя». Угрызение совести из-за греха приводит к божественному прощению. Кто-то должен запомнить это, возлюбленное другого пути нет и быть не может. Есть только один Божий путь, и это Иисус. Это путь Нового Завета, единственно возможный путь. И послушайте внимательно, Бог прощает любой грех. Я повторю это снова, Бог прощает любой грех, в котором раскаиваются, но не тот, перед которым сдаются. К сожалению, компромисс с грехом это состояние сегодняшней церкви Иисуса Христа. В книге Исаии мы видим ангела, Божьего посланника. Автор послания к евреям говорит, что их предназначение это служение, служить с верующим, возлюбленным. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякой неправедности, когда мы раскаиваемся. И наконец, я должен сказать вам, что покаяние не только приносит прощение и восстановление, но и проявляется в служении и даянии. Исаия не ответил что-то типа «О, ну это очень мило». О, такое чудесное зрелище. Я, должно быть, хороший парень, распузрел все это. Есть христиане, которые на самом деле думают, что Богу с ними повезло. Да, мне тоже так кажется так мило, что Господь сделал это. Но нет, и еще раз нет. После очищения он сказал «Вот он я, пошли меня». Я умоляю тебя, просто умоляю, не позвольте убежденности от Духа Святого, которое сейчас говорит вас испариться через несколько часов или даже дней. Пожалуйста, скажите Господу те же самые слова «Вот он я, пошли меня, пожалуйста». После того, как вы каетесь и получаете очищение от Бога, он дает уникальное призвание для вас и вашей семьи. И это призвание, выслушайте меня, его никто не исполнит, кроме вас. оно не передается другому, его не подделать и не создать вручную, оно именное и только для тебя, для тебя и только для тебя одного. Так что прими его и начни служить. Посмотри, на что Бог способен. Я твердо уверен сейчас, я абсолютно уверен в том, что если мы полностью положимся на Бога, то Его сила будет проявляться способами, о которых мы и не представляли ранее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова